То есть, что Лина, что Зевс, они очень уязвимы, если на них кто-то вкатывается. Соответственно, Тускар был тогда очень популярен, потому что он вот как сейчас Earth Spirit просто ходил, напрягал эту линию, и сейчас с кем занимается Земеля. Просто Земеля, он и в мидгейме очень-очень крут, Тускар уже становится намного слабее, только в определенных ситуациях становится сильным. И сейчас, с опять появлением этих миддеров а-ля там Death Profit или Лина, Тускар тоже вроде становится чуть более актуальным, но по-прежнему Земеля чуть-чуть лучше. Вот и все. Поэтому Earth Spirit и стал чаще появляться, нежели Туск. Ну и Death last pick, тоже крутой пик под Урсу. Во-первых, стянуть может под Урсу, под Клэп, и она размотает. Ну и самое главное, это Сюрш на Урсу, конечно, который дает максимальный мувспит. У Урси остается просто бить. Дистанция сокращается моментально, ты просто колотишь. Да, Сюрш, конечно, очень крут. Не совсем понятно то, что... Ну, по сути, инициации у имперцев нет. Вот реально нет. Это либо венга какая-то со свапом, ну, это оптимальный вариант, допустим. Либо все. Потому что Dark Seer единственное, что может сделать, это да, либо как-то стянуть, либо дать Сюрш, но Урса-то бежит она сама, себе потом хозяин. Соответственно, может получиться так, что у Урса просто ничего не сможет сделать. Поймает какие-то корни условные, и все, я пишу, пропало. Вега-Сквадрон, последний пик, керри-герой. Не знаю, какой-то бойцовский керри-герой, мне кажется, нужен, такой жирненький. Опять же, ну, Сларк не толстый. Не, ну Сларк более... Может, Спектра какая-то? Вот Спектра может быть чуть медленнее, а вот Сларк, в принципе, мне нравится. Почему? Потому что Ауэхи не так много. То есть, ну, что там, вакуум не страшно. И контроля мало, вот. Вот, вот, и контроля мало. То есть, стан венги, и на этом как бы все. Если ты его заэвейдил, дальше... Может, тогда Эмбера? Эмбер, Эмбер, Эмбер. Он против Урса слаб, естественно, но контроля мало. Соответственно, ну, Эмбер будет нормально прыгать, бегать. И сбить, да там, банально, Флэйм Гвард толком даже нечем. Разве что какой-нибудь Айншелл. Кстати, Айншелл, по идее, должен круто его сбивать. Но все же это время. Некоторое. Рейс Кинг. Ну, тоже жирный, да. В принципе, понятно. Почему? Кстати, он очень хорош против Урса, именно потому, что Урса съедает героя за один присест, а Рейс Кингов-то два. Соответственно, если Урса тратит весь свой оверпауэр на этого Рейс Кинга, он просто встает и все, как ничего не бывало, начинает драться. Так, ну что, поехали. Посмотрим, кто на ком у нас будет играть. И команда Вега Сквадрон, Сёма на брюнетке Кристалл Мейден, Ноуан, Пак, Соло, Драген, Баунти Хантер, Мак, Лондруид, и в легкой ФН Рейс Кинг. Да, ну и команда Эмпайр, Автерлайф, Дарксир, Стайлайнер, Шесть, 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 шесть. Стайлайнер? Да, Урса, Скандал, Дэз Профит, Кингер будет катать на Винге, и Мепошка, Чен, очень фановый бестмастер у Кингера. Сейчас, сейчас, где он, где-то в центре тут стоит? А, забавненько выглядит. Все забавности, Роман. Я, я тоже заметил про это, но... 30 секунд, Не стал комментировать? Я не стал комментировать. Мы очень политкорректный, и... У меня, вообще, этот, жук мой, с такой, знаешь, типа, рукой вперед, и подпись Пикачу, я выбираю тебя. Что, Баунти Хантер? Леха, не Терраген. Сейчас спалит Кандала, Мепошку, все это движло, да. Ну, понятное дело, что на ботом руне означает, никого не будет, не будет здесь даже маг в пультации ничего забрать. Сразу медведь наготове, чтобы уводить крипов. Уже удивительного ничего нет. Ну, а Солович попытается срезать Курьера, хотя я сомневаюсь, что получится это сделать. А может, забыли? Кто его знает? Ну, ты редко бывает, что забывают. Подожди, подожди, подожди. Вот он идет. А, все, там выложили, выложили. Воруй боттл. Он не знает, что он там лежит. Вижен-то. Надо было под ступеньками оставить. Просто под ступеньками. Так, ну вот Солович заходит. Возможно, попробует тушкой даже заблочить спаун. Это было бы вполне логично, если бы он подобную вещь провернул сейчас. Возможно, бы заставил даже кого-то здесь центриачок ватнуть. Или еще что-то там. Ну, да, он уже мертвый. Не очень хорошее начало для Дарксира. Я бы сказал, у Афтерлайфа продолжается плохое начало. Подожди, он еще уйти хочет, там Санчис. Да, не-не-не-не. Начало было в предыдущей карте, только против другой команды, оно было примерно таким же. Ну, не ожидал, что тут может проблема не в героях? Не хотел к этому... Как ты подвел, подвел аккуратно. Хотел просто максимально заявейдить это, но... Опять гнобить игроков? Да не хочу, я вопрос только задал. Может быть, проблемы не в героях? Если я не... Ты смотри, смотри, смотри. Сейчас еще медведя будут пытаться забирать. Мак его не видит так, как это делал. Не буду говорить, кто. Его имя нельзя произносить вслух? Воландер Афтерлайф? Воландер Афтерлайф, да. У нас тут скандал. Пока что высасывает пака, но пак держится. Держится вполне достойно. Вы видите, Баунти Хантер. На самом деле, вот эта ЦМка, которая позволяет Баунти Хантеру вообще шоколадно себя чувствует, он вгрызается в мипошку, Орбофеном есть, можно еще потыкать. Вот эта тычка, когда ты уходишь в миде. Из инвиза, да. Там вообще написано фейт тайм, секунду ты успеваешь. Есть, есть он там. Все честно написано. Все честно, да. Все абсолютно честно написано. Вот сейчас зашел Соло, увидел то, что в миде стоит Сентряк. У него есть собственный Сентряк, есть Тангуз для того, чтобы подъездить. То есть все, он выиграл эту битву Сентряков в центре. Плюс у него еще один лишний остался. То есть у Солочи пока все более-менее хорошо. Как дела тут у Afterlife? Afterlife по-прежнему первого уровня. Ему по-прежнему не дают подойти. Сема очень грамотно все делает. Вот Семка, за счет того, что у него тут сейчас еще Мангус лежит. В случае, если Darkseer начнет баковать, просто возьмет его в колбу, даст ему три тычки, он не сможет подойти. И так далее, и так далее, и так далее. Очень много зависит от FN. Если FN будет грамотно держать сейчас линию на себе и не подпустится к Darkseer, ну вообще тяжело подпустить, потому что обычно там Айншелла... Скандал, но получал здесь несколько тычек, но съедает деревца. Ну Соло нормально же баковал. Вот, опять выходит Семка. Она просто вообще не дает никаких шансов. Да, причем, вот, Денай, Денай от крипов очень хорошо сейчас FN. Он как раз пока может этой темой заниматься. У него там 8 Денаев, то есть Darkseer не получает вообще ничего. И вполне логичным решением со стороны Веги для того, чтобы загнобить окончательно Darkseer, было бы забанить еще этот спаун. Возможно, полностью прогнать его с линии. Ну, возможно, они хотят давать некоторый экспиринг к Darkseer, чтобы потом было выгоднее его убивать. Это как тактический фит, только тактический подкорм. Тактический подкорм, да. То есть ты иди где-то экспись, только не на лейне. Но мы все равно потом за тобой придем. Неплохая идея. Кстати, Соло сейчас найдет Чана, может найти вернее, и Чану будет совсем неприятно. Но либо же Соло сейчас выйдет на линию к Darkseer, не на линию, а на вот этот кемп, попробует его там принять. Сейчас пока Чан убегает с Clarity Potion. Ну, Соло понимает, что здесь кто-то что-то... Задумал. ...подфармливал. Да, да, да. Ну, там у него еще обсервер стоит, поэтому вижна хватает. Чем занимаются имперцы? Имперцы занимаются тем, что Урса фармит. Медведя пока не гоняют. У медведей 10 на 0. Вот сейчас, правда, хорошо нападают, но Savage Roar моментально решает все вопросы. Вновь выходит Darkseer, получает плюху, он уже, правда, целого третьего уровня, но это не мешает Crystal Maiden подойти, дать колбу и убить Афтерлайфа. Ну, хотя, слушай, три хитпоинта осталось. Три хитпоинта. О, это... На скиле называется. На самом деле, если бы Рейс Кинг еще на секунду остался, то он бы сам там погиб, потому что у него самого 70 хитов, и тычка от вышки его бы похоронила. Поэтому грамотный муфт, что он отошел. Не, ну это правильно, правильно. Я к тому, что Darkseer очень сильно рисковал. В смысле, это... Математика? Да. Роман, что проще? Я тебе говорю, смотри, разброс урона у Crystal Maiden 6. То есть, в принципе, она, возможно, заролила там нижнюю тычку. А, возможно, он рассчитал все, что даже если он даст максимальную ему, он все равно спокойно на трешечки уходит. Я не исключаю таких исключительных математических способностей у игроков. Афтерлайф может. Медведям было трудно посчитать, там очень много хп у медведя. А, и то есть ты погрешность на хп у медведя. Погрешность слишком большая, да. Тебе когда надо рассчитать, то есть, там еще бы кропали, он бы уходил все разы. Но так не получилось. Я понял. Так, у нас тут Леха Нитроген идет в мидл. Сейчас там по-прежнему стоит его Сентряк. И он понимает то, что скандала сейчас у него получится понапрягать. У Нуана пока еще пятый. Но вот сейчас он может получить уровень 6. Одного хрипчика не хватает. Вот со следующего хрипа сразу ставится Dreamcoil. Не сразу ставится, 4 хп не хватило. Ааа, какой фейл. Не хп, а хп. Трудно было бы забрать. Да нет, ты просто ставишь Dreamcoil, он никуда не идет. Ты идешь в упор, юзаешь сайленс. На ботами прилетает Сема. Автерлайф. Далеко зашел. Ну ты решил колбу кидать на сатира. А ФН здесь скорее всего погибнет. А ему на реинкарнацию не хватает просто тоже трех опыта. Что происходит? Опыт играет злые шутки с игроками. Дайте людям опыта. Да. Хлеба и опыта народу. Пока Crystal Maiden здесь со второй аурой затесалась. И Экспидс получается потихоньку там 4.5, то и 5 левел. Но вот эта смерть Фэна, естественно, не к добру. И если вы болеете за команду Вега. Я смотрю, Вингапка тоже толком ничем не занимается. Просто бегает. Куда-сюда. С тапком. Ну, Апытца. Четвертый уровень скоро будет. То есть это хоть какое-то занятие. Она получает тот самый опыт, который необходим людям. Жизненный опыт? Жизненный опыт. Вот Afterlife смотри. В этот раз. Он тоже получает жизненный опыт. Калькулейтед непрошлый. Ну там контрольный на 126 вылетел. Вот эту последнюю тычку, от которой он должен был, по идее, уходить как-то. И Сёма тут тоже умрет. Сейчас он погибает. Да, да, да. Ну от такой Death Profit, конечно, тут никак не скрыться. Просто Darkseer байтал, значит, на себя. Что, я? Ну там просто Darkseer, тут Crystal Maiden. Не сходится что-то. Там разные герои по роли, по нетворсам, по всему. Тут есть свои какие-то вот нюансики маленькие. Как-то мы убили героя, и мы убили героя. Но есть один нюанс. Вот тут это как никогда точно сказывается, если провести параллель со всем известным анекдотом. Ну что, возвращается Darkseer. Soul Ring, сапог. Пока больше ничего. Смотри, байтит иллюзии на Баунти Хантера. Не тут-то было. Я просто смотрю, как этот Баунти Хантер бегает с таким регеном маны. Да, у него всё великолепно. Да, я сам, когда катал на БХ, я плакал просто от того, что у меня что-то не хватало. Причем тут опять хотят убить. Но тут уже ФН подошел. Тут телохранители очень серьезные. По-моему, Afterlife приехал. Да, в этот раз опять Феликулейтед не прошел. Но через 2 секунды у Солочка должен пойти живет. Он не доживает. И ФН, скорее всего, не доживет. А тут пак подошел с Дримкойлом. И сейчас будут убивать Мипошку. И будут, вероятно, убивать тоже с Кабала. Еще один крит прокает. Ну и остается немного тычек навешать. Вот так вот. Мы убили героев. Их убили героев. Ну тут вы убили героя, а мы убили героев. Все верно. Тут только реинкарнация была у Рейс Кинга потрачена. Ну и Баунти Хантер тоже был потрачен. Это немножко грустно, потому что БХ бы здесь экспы нормально получил. За 3 таких сильных пацанов. То есть 2 кора, это Дес Профит и Дарк Сир погибли. И Чен тоже не самый плохой персонаж. А Баунти Хантер пока бегает с 3 уровнем. Бедолага вообще ни на что не способен. Ну ему тяжеловато на 9 минуте с 3 уровнем. Опять же, отсутствие трека сильно сказывается на команде. Ну, точнее, на пущенной прибыли, я бы сказал. Да, да, да. Правильней всего так сказать. Курак, не надо путевки. Но байтят. Байтят они на Медведя. В итоге байт вроде получился, но Сталианер ушел. Откуда с 7 уровня, а не 3, он может позволить себе уйти. Да, Солочу бы сейчас хотя бы один минус сделать. Вот хороший такой плотненький минус. Он, кстати, идет обратно за Урсой. Урса с Момом, поэтому его можно ведь и отхватить по щам. Даже если тычку сделаешь, на Урсе это никак сейчас не отображается. Она слишком быстро регенится. У него Мом есть. Там лайфстил работает. Так что, извините. Да, не достает тут, кстати, Рейдинтовский Сентриак. Чуть-чуть до Дайровского буквально. Пару пикселей. Фэн уже 8-го левела. Выходит в Армлет. Пак тоже 8-го уровня. 1700 у Пака. Не достает до скандала. И заход на Рошана. Да, я так понял. Пошел Рошанчик. Да, под Момом. Пошел его месить. Еще собаку подводят. Собака получает вещи от Рошана. Это настоящий боевой друг, который забирает удары на себя. Так и есть. Так все и есть. Это волк. ЦМ-ка заходит. А что это вы тут делаете? Новая. Спалили. Но Урса фуловая. Пошла колбочка. Собаку забрали. Это ужасно. Она, кстати, с транквильчиками подрубленными нормально здесь педали крутит. Он только недавно Чен сбил. Ну хорошо. Стянули сюда четверых игроков Empire. Идет стлянер. ЦМ-ка говорит нет. Только не по лицу. ФН уходит. Потому что у него еще 2 минуты кулдаун на реинкарнации. Да, ну и Солыча оставляют на топе. Немного получается по экспице. Хотя бы там 5 уровень бы получить. Уже неплохо. Но в идеале, конечно, 6. Да, все мы здесь. Башню Селыча дают педали. Да. ЦМ-очка уже. Да, как ты правильно отметил. 6-ой, причем качает Фризенфилд. На 6-ом. Да, все мы. Отчаянный парень. Оптимизм. Это называется оптимизм. Когда ты уверен, что ты кастанешь в Ultimate против сетки там Ченов, Сайланса и так далее. На 6-ом. Я на 6-ом. Скастую. Башни сил света на нижней линии. Так, ну фактов тоже нормально пока разваливает. На самом деле лучше вкачать, чем не вкачать, Роман. Понимаешь? А потом ты идешь в драку, ты понимаешь, что мимо тебя пролетели все станы, а ультимейты у тебя нет. А ура в двоечку, и ты смотришь так, ты думаешь, что вот он мой Рэмпэдж стоит, а сделать я ничего не могу. Слэшбэки вот эти, да. И ты понимаешь, что игра прошла сквозь пальцы. Соло уже, кстати, почти шестой. Смотрю я. Затем, как он качается. Доезжает Ормлет, в это время внизу будет падать сейчас Тир-2. Хотя тут есть Тир-Поршится, она придется отменить, наверное. Ну, да-да-да. Негкой себе мул был, на самом деле. Оптимистичный тоже. Я уже видел, как залетает этот человек в четверых, в пятерых. Нет, если бы это был Шейкер там с шестым, я бы сказал, ну норм, прикольно. Или Сэмка с шестым. Нет, Сэмка с шестым нет. Шейкер быстрее, чем Сэмка начинает работать хорошо. Вот Сэмка сейчас видит Сталианера, да, все-всех там увидели. Ставится вот этот типичный вард. Сентряк тоже на случай, если вдруг этот вард захотят поломать малость. Ну что, соло. Ну, крипы сейчас быстро очень просыпаются, да, кстати, поэтому вышку тут особо сильно не попутят. Все крипы погибли. Тут Кингар куда ты пошел, чувак? Я понимаю, что там... Слабайся! Вот сейчас самое время, на самом деле. Не, ну слушай, Кингар еще возможно... Там трейки! Да-да-да, так мало того, что там трейки, там ведь еще и Тюрикен может быть закинут. Но вот Тюрикен пока не закидывается. ФН пошел дальше боковать. Вингу забрали. Винга реально слишком перебыковала, потому что, ну, команда от нее находилась, ну, очень далеко. Вот эта просветка, стан... Да и Винга это не тот танк. Не, Драгген Найт какой-то. Не, она вообще, ну, неплохо танкует, если ты правильно кинул стан и там вовремя умер, если у тебя там аура хоть немножко качена. Но аура тут вообще первого уровня, поэтому она даже демодж толком не подрежет. Единственное, что там сосульку могла кинуть на 250 и все. И идет выход в Смаке. В Смаке сейчас могут найти Афтерлайфа. Ну, он зачекал, потому что крипов нет, злая шутка, но почему-то остался постоять. Не стой, уходи. Там собака, смотри. Роман. Звязывайте. Ну смотри, смотри, как он... Ваши ролевые игры ни сегодня, Роман, ни в эфире. Хорошо. Афтерлайф зашел и ушел. Фак с Сайленсом сразу же цепляет скандал, а также урна на нем висит. Свап есть. И вот он, Новый год, вот он, Новый год. Два раза в год, Новый год, и щиток сейчас убьет Сему. Да, да, да. Наивно выглядела эта попытка сделать телепорт из-под Айншела. Чен пока там во вражеском лесу развлекается. Слушай, Чан очень быстро выходит в Аграним. Из него сразу Аркана. Уже есть Point Booster. И готов он встречать себя с Афтерлайфа. Фэн, два Клэпа. Пошел с Танчерцем. Афтерлайф с Армлетиком тоже не прочь бы повоевать здесь. Да, дерись ты. Десять стиков, дерись. Не, ну он просто видел, что там Урса бежит. Там по Ворду пробежалась Урса. Ее размотать тоже. Ее можно на самом деле размотать. Она-то с Момом своим можно отходить. Два раза разматывать, два раза разматывать лень. А там в это время Хрум-Хрум делает Медведь. Мы-то совсем про него забыли. Обычный Мишка делает Хрум-Хрум. Две 800 на руках и Медасик. Ну да, действительно, к 15-й минуте будет Сакрат. Но если его не остановить, то так и будет, скорее всего. Это не тот Мишка, которого останавливали. У него 0-0-0. Активный участник? Активный участник. На самом деле, этот активный участник на втором месте сейчас по Нетворсу. Ладно, сейчас на третий его немножко сдвинули, но скоро он всех там обгонит и перегонит. И в целом у Империи сейчас небольшие проблемы, потому что они 5000 урса проигрывают и 5000 экспы. Естественно, это, в принципе, одна хорошая драка, которую нужно выиграть и все вернется. Но если вы вот так вот ничего не делаете, в итоге получается, что фармит ВК, фармит Медведь. У вас героев, которые могут ВК и Медведя обоих убить, практически нет. То есть урса, она может, конечно, с одним справиться, но с двумя сразу очень тяжело. Ну что, про пака не стоит забывать. Он с этим даггером, он очень мансящий, его трудно убить, а он нормального магического дэмэджа раскидывает. Много очень, скажем так, Рейскинг получил 11 уровень, вторая реинкарнация. Ну, на самом деле, я бы не давал ему получать 16-й. На 16-м... Ну, драться с ним вообще неудобно, да. Он, конечно, совсем становится противным. Сейчас у него уже там криты по 650 вылетают, сейчас уже с Феном драться не каждый захочет. А еще с этим армлетиком там поигрывает. Выход от урсы и не получается забрать. Тоже хорошо прочитал этот момент, потому что вроде как вардов там не было у Фена. Ставится Сантриак. Пытались подцепить здесь Лёху, но Лёха... Нитрогена? Ну, Лёха Нитроген. Как ты можешь догнать Лёху Нитрогена? Как на закиси. Ну да. Всем фанатам Веги и в особенности Лёхе предлагаю сделать такую наклейку на свою шестерку. С Лёхой Нитрогеном. А тем более, если вас зовут Лёха. Дримкойл, скандал. Пошел танчик. Есть свап, но Дримкойл при этом порвался. Кингер. Будет ли трек, есть трек. Не пошел дальше ФН. Шоу Клэп, ну хорошо, Дримка. Ну вот, а дальше, да, дальше что делать? А дальше что? Пошел Тосс. Так добить Урсу. Магадин, Урса там пока еле проживая, пытается уйти. Цепка, Доплкил. Цепка просто пришла, начинает обогонить. Она же здесь просто сейчас всех разбалит. Нет, Сайлент, Сайлент. Не дают, но тут фаак. И это фрак. Еще и на Afterlight. Сайлент, Сайлент, Сайлент. Все, вопросы к Новому Году. И вообще все, у меня нет вопросов к этой Crystal Maiden, я заткнулся. Смотрим Fight Recap. Цепка 1545 урона больше всех в команде. Вопросы есть? Нет. Вот. Отлично. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Неплохо сыграно. Ну там, помните, Counter 1600 вывез? Цепка 1400 золота вывезла. Знаешь, когда у тебя появляется Мека после сразу одного файта и 500 сверху? Это момент, когда ты выиграешь в лотерею, я назвал. Потому что денег не было, ты бедолага, ромишь по карте, пелеха, нитроген. И тут оп, оп, оп. Все хорошо? Моментально, в одну секунду все становится замечательно. У тебя появляется... Тут вытер эти циферки и джекпот. Джекпот. Ну не джекпот, полторашка. Ну близко к джекпоту. Я паула Тихантера, это джекпот. На ЦМК тоже неплохой джекпот подъехал, потому что у нее практически готова линза сейчас. А линза на такой ранней стадии, там на 17 минуте для Crystal Maiden вообще замечательно идет. Да, причем ее еще в миде ненадолго оставили дофармить, видимо. Да, вот он, Эйзер Лэнс. И Родианцу Медведя. Ну что, как бы, вопросы есть в принципе к этой игре, потому что 12 тысяч перевеса уже у Веги. По деньгам и 12 тысяч по Экспириенсу. Только-только Меканзам подъезжает к Дарк Сиру. Вот Урса. Урса здесь, конечно, совсем непонятно, чем должна заниматься. Конечно, Рамзесу тут не позавидуешь. Но, к счастью, играет Стриадер. Так что... Рамзес тут ни при чем. Рамзес тут ни при чем, да. Опять эти пошли бородатые шутки про смену никнеймов. В целом, как я уже и говорил ранее. То есть есть две цели. Медведь и Рейс Кинг. Которую надо убивать два раза. Да, да, да. Урсе очень тяжело справляться с такими задачами тяжелыми. Она вполне прямолинейный медведь такой. Тут еще треки пошли раз скидываться. Совсем скоро пойдет. Ну, не хотят отдавать таверы, правильно делают. Потому что Чен узкопрофильный герой. Он может выйти и попушить. И может не выйти и не попушить. И в это время пофармить лес. У него вариаций особо-то много нет. Героев он где-то напрягать особо не может. Потому что лучше не появляться на карте, когда тебя ищет Леха Нитраген. Поэтому лучше сныкаться. Да, Алексей еще классно кинул Айншел на Урсу. Попытаясь подстелить у нее крипов. Но Урса так... Знаешь, аккуратненько-аккуратненько. Доджит крипчиков, оббегает их. Подходит чисто на ластхит. Говорит, я знаю у тебя хитрый Дарксир. Но нет, не так все просто. Минус-то один сейчас будет моментально на бот. Подходят под аурами. Просто начинают месить. Мейки, лайфстилы, ауры-цемки. Это просто машина для сноса ТВ-ров, на самом деле. Ману никто не экономит. У всех ее более чем предостаточно. Устает баунс-хантер. У него 4,5 регина в секунду. Да, для него лучше не придумаешь. Он еще и аркан-бутсы сейчас нажимает. В итоге все пуловые стоят. Скоро, возможно, будет гвардиан-грифс. Если еще хотя бы один успешный замес он проведет. Ну и Сир-2 так же падает. Ну что, на Сир-3 можно попробовать пойти. Там скоро Майл-штром будет у ФНа. Только-только ЮУ подъезжает без профит. Ну там по Нижорсам и так все видно. Я думаю, никому ничего объяснять не стоит. И Мишка очень уверенно грызет сейчас Тауэр. Отходит, отходит. Отбрасывается пак. Там бояться на самом деле нечего. Кого бояться? Урса без эгиды и с Момом. То есть она прыгает на ту... Эгиды можно забрать сейчас. Просто сходить и забрать на самом деле. А, кстати, да. Рошан же уже появился. Вот. Я думаю, что сейчас Сема проверит. Возможно, где-то новое. И пойдут туда. Может, свет света на верхней линии. Все там ничем другим еще не проверяли. Забираю Теншентов. Мейлшторм готов. Гиперстоуна пока у Мишки нет, но сейчас будет. Ну и маг за чеков Рошана. Мне кажется, готовы они подраться 5 на 5. Не готовы Тим Эмпайр, которые даже не выдвигаются в сторону Рошана. Ну они хотели бы, но что поделать. Вот Смоук есть. Да, Смоук используется. И забегают. Смотрим. Стальянер в следующей шесть. Забегает первым. Его готовы уже принимать в действительности сейчас соло. Тоже заходит в передовую. Да, здесь Рошанчик еще немножечко под минус арморили. Пошли первые треки. Пак в четверых влетает. И ты посмотри, все под Сайлоса. Ты кто ничего не может сделать. Пошли сюрикены. И как же разваливает ФН. Ну, тут кажется, неплохо сыграно. Стандал пытается еще пожить. Присосался к кому-то. И Сёма новогодит, конечно же. Не забывайте. ФНа даже в первый раз еще не смогли убить. Да, это минус 4. А Урса что? Урса прибежала и убежала. Вот вся Урса. Медвести, который не смог. Урон внимательно. Вот Fight Recap. Нанесенный дэмэдж. Там что-то нарисовано, но не написано. Возможно, там так нарисовано, что лучше написать. Стыдно писать просто. А вот даже 103 Чена написали. Причем явно завысек вот этот столбик. По сравнению с 2500 дэмэджи. Урса решили лучше не позорить. Сделаем вид, что это был баг. Она не зашла в драку. Мы не посчитали. Она зашла в драку. Можно было полученный дэмэдж написать? Ну, тоже нормально бы смотрю. Кстати, да, вот полученный дэмэдж тоже очень полезная графа. Возможно, стоит... Сколько ты смог синховать? Ну, да, да, да. Это нужно, я думаю, ввести. Я думаю, Валф уже давно приняли установку. Липошка. Получил плюху. Эфен получается. Стан решили расправиться с рунжевым бараком. Эфенна получал. Пошел то. Ну, и Пак Фан сейчас развалит их здесь. Да, Орб полетел. Урс еле живая. Эфена в первый раз получилось убить. Но у него еще Аэгис, не забываем. Соло, начиная с сюрикенчиками также подразваливать. Отличная Орба и плюшка от Солочи. Неплохо сыграно, действительно. Замечательная игра от Веди. Очень уверена. Но если мы посмотрим графики, по сути, с самого старта игры ребята вели по экономике. И просто вот после той драки провальной на Веди, кажется, она была. Почему нельзя забивать на Медведя? Почему команды сейчас взяли привычку забить на какого-то оффлейнера? Но они только что поставили своего Медведя, и они знали, чем это может закончиться на линии. Почему они сами так не попробовали сделать? Вот Лондроид 3-0-4. То есть никаких смертей. Да, изначально у магов все было невеликолепно. Там пытались его гонять и так далее. Потом что? Потом ничего. Потом от него ушли. Он стоял спокойно у себя под вышкой. Фармил крипов. Собрал Мидос, на 15-й у него был Сакрот, на 17-й Радианс. Дальше, ну извините, ребят, теперь у вас таргетов для фокуса более чем предостаточно. Это СМ-кист.